Здравствуйте, это программа подробностей и сегодня в нашей студии создатель уникальной туристической изюминки Рязани, бесплатной выставки резьбы по дереву Александр Васильевич Зимин. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии. Хотелось бы поговорить с вами об истоках. С чего вы взяли, когда вы начали работать с деревом и резьбой по дереву? Это мое хобби. Это случайно произошло буквально лет 30 назад. Ну, хотел был заниматься чеканкой по дереву, но потом почувствовал, что это не мое. Металл, вот дерево это мое. Я получил удовольствие от этого, от того, что я режу. Забывал обо всем. И покушать, и спать бывало. Резал везде. И в автобусе, и в электричке. И даже в самолетах. Иногда в пензу летал, в командировку приходилось резать. И даже в самолетах. Вас не выгоняли? Нет, они просили ребят. Ты говоришь, там, дружочек, там, подмети за собой. Там, газетку я всегда с собой имел. Два-три резца, никаких проблем. Вот и все. А давайте уточним, сколько сейчас вам лет? Мне 60-69. Будет скоро 70. То есть вы уже в сознательном, в зрелом возрасте начали заниматься резьбой. Что вас привлекло в работе с деревом? Ну, какую-то радость, удовольствие. Потому что я, наверное, не полностью в работе, выкладывался на работе. А какой у вас была основная деятельность? Ну, работа-то у меня основная была. Я работал в РПТИ, с зав. отделом одно время, начальником отдела. Вот. Ну, видимо, было время для того, чтобы, вот именно, чтобы заняться вот своей любимой работой. Ну, не работой, а увлечением. Вот все. То есть это было сначала увлечением, сейчас это переросло в вашу основную деятельность? Ну, конечно. И как профессионал я уже никому не нужен. Хотя, несмотря на то, что я закончил Харьковский авиационный институт, закончил летно-штурманское училище в Луганске имени пролетаря Донбасса. В общем, ну, кому я нужен как специалист? Все. Я одно время работал на ДМЗ в Днепропетровске с Кучмой, главным инженером, которым он был. Ну, я так понял, что мне говорят все, что мне повезло, что я вот нашел себя в этой резьбе. Вот и весь сказ. У вас же удивительная выставка. Сколько экспонатов сделаны там вашими руками и руками ваших учеников? Ну, моих там работ порядка полутора тысяч ребят, а может один процент, а может быть и меньше. Полторы тысячи картин. Я их штуки называю. Маски, шаржи. Да, вот, кстати, у вас уникальная выставка шаржей. Что это за шаржи? Почему именно такая тематика? Там же политические какие-то деятели. Ну, я раньше был очень сильно заполитизирован. Очень сильно. В районе 90-х годов я был только там. Да и сейчас я смотрю, конечно, с удовольствием, не то с удовольствием, всей душой и телом. Я, где Путин борется с этим, с ИГИЛом, вот, я только за. Ну, и вот на этом фоне, во-первых, потом, когда пришел Горбачев к власти, в общем, свобода появилась. Я сумел поменять квартиру из Днепропетровска. Приехал на родину в Рязани, тут рядом. Родина-то у меня Спаска, город Спаска. А вы родом из Спаска, да? Да, конечно, да. Родина моя, малая родина там. А в детстве приходилось заниматься резьбой? Каким-то образом сталкиваться с этим? Может быть, родители? Никогда не было этого, никогда. Я только занимался голубями. Но я все время был редактором стенгазет. Вот это вот и в педучилище заканчивал Спаска. Вот, рисовал и на промокажках, бумаги-то не было, и на обоях, и так далее. В общем, это, конечно. Скажите, насколько востребовано ваше искусство вот в наше время? Ну, вот, поначалу в 90-х годах большая востребованность была. Сейчас вот немножко приутихло. Вот сейчас немножко возрождается это. В связи с чем это связано? Ну, не знаю. Все-таки пацанва, вот в основном ребятки, которые малолетки, там приходят ко мне учиться, они с удовольствием. То есть это у меня, во-первых, обучение бесплатное. Выставка у меня бесплатная. Ну, во-первых, я преподавал в ПТУ номер 9. На Свободе, там, на Коморошинской. Преподавал я там 15 лет. Был мастером производственного обучения резьбы по дереву. Выпустил около 250 изготовителей художественных изделий из дерева. Они сейчас работают, кстати? Вот сколько человек из этого потока работает? Из этого потока, я хочу сказать, процентов 15-20 работают в этом направлении. Так работают, что мне там и близко не подойти. А какая прикладная, так сказать, сторона вот этого вопроса? Где эти изделия? В домах у людей, где-то в ПТУ можно увидеть? Ну, делают лестницы подъемные, там, какие там, обрамляют их деревом. Внутри квартиры, там, делают иконостасы, делают царские двери, делают киоты различные там по церквям, настенные, половые такие. То есть, гробницы для плащаниц, в общем, очень много разновидностей. А я еще видел, что вы для оружия готовите какие-то приклады. Ну, это бывает иногда, которые вот сейчас уже закончились, их изготовление этих оружий, этого, допустим, там, ТОЗА-43, там и прочее, Тульского оружейного завода. Вот. Их уже приклады не делают, они лопаются, и охотники вынуждены обращаться, и, пожалуйста, приходи, делают. Ребята мои, ученики запросто сделают. Александр Васильевич, в каком состоянии сейчас Ваша выставка, школа, как это все функционирует и работает? Школа сейчас прекратила свои занятия. Да, я вот хотел. С 27 марта этого года было совещание при главе администрации города Рязани, Кашаеве. Вот. Там мне порекомендовали, ну, тут уж куда деваться, как сказали, так и будет, прекратить занятия, потому что дом признали, ну, будем говорить, аварийным. Давайте уточним, где находится этот дом. Это в центре Рязани, на Новослободской. Новослободской, дом 20. Дом 20, да. Могу сообщить. Строение старинное. Да, оно даже, будем говорить, до 17-го года. Но оно еще нас переживет, и мы его сейчас восстанавливаем. Вот администрация как раз сказала, что денег у них нет для восстановления этого дома. Ну, мне посоветовали, мы вот изыскали возможность, сейчас делаем, восстанавливаем этот дом. До 31-го декабря мне необходимо устранить те недостатки, которые были отмечены актом одной из комиссий администрации города. Как? Время уже подходит? Очень близко? Ну, конечно, осталось немного. Ну, не заделаны, так будем говорить, не очень существенные вещи. Там не поселили линолеум, не покрасили там, может, некоторые полы, а так в основном сделано все. Будем надеяться, что все у вас получится, и Рязань не потеряет уникальную выставку. Получается, у вас не просто выставка, не просто школа, а какое-то, можно сказать, учебное заведение, которое дает людям дорогу в жизнь. И заработать деньги. Я так понимаю, у вас там еще обучались люди из разных социальных слоев? Конечно, да. Очень много детдомовцев, которые закончили детдомы, получили тоже разряды по резьбе по дереву, вот, и занимаются в этом направлении. Дальнейшие ваши действия, как будут складываться, согласно выставке, допустим, если с домом сейчас какая-то ситуация будет, так или иначе получится, или же, допустим, не получится дать разрешение, вот, что вы предполагаете? Как вы делаете? Ну, перспектива какая? Даже несмотря на то, что, может быть, тех условий, которые я мог бы, надо бы создать для обучения, чтобы было красиво, как вот там в Фениксе, например, там есть такое заведение, где вот мой внучок учится, там, конечно, ну, нам так не жить. У меня таких денег нет. Почему? Потому что я пенсионер, и я такие условия, как в Фениксе, я не смогу создать. Вот единственное, это... А клуб любителя резьбы по дереву будет существовать, мы общаемся, мы, ну, будем говорить, друг с другом договариваемся, что-то там делаем. Никто же ничего не сидит без дела. Приносим, общаемся, поговариваем. Кто-то принес одну вещь, тот другую. Пообщались, тот сделал ту, а тот, наоборот, другую и так далее. Понятно. Все, будем надеяться, что все у вас получится, и вы будете радовать нас еще больше-больше своими чудесными работами. Стараюсь. В студии был Александр Васильевич Зимин, резчик по дереву, известнейший человек в нашем городе. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин